Прославленный земляк с героической судьбой. Во время рабочей поездки в Севастополь глава Чувашии встретился с контр-адмиралом Михаилом Бычкарёвым. Он прослужил на флоте более 40 лет, а в годы Великой Отечественной войны даже командовал огневым взводом. С настоящим героем познакомился и мой коллега Дмитрий Ковалёв. Здравствуйте. Я Павлович. Я глава республики Чувашию. Докладываю. Такой молодой, такой красивый. На его кителе не осталось свободного места от орденов и медалей. За все годы службы ветерану вручили более 50 наград. В комнате Михаила Павловича повсюду макета кораблей подводных лодок, коллекционные кортики и штурвалы. Он связал свою судьбу с флотом по призыву комсомола в 1939 году лучшего студента Казанского госуниверситета. Направили в Ленинград, военно-морское училище. Свою первую корабельную практику молодой человек проходил уже в Баку. И именно там его застало известие о начале Второй мировой. Прошло более 70 лет. Но, кажется, говорит ветеран, что это было только вчера. Нас спешно вернули в училище, посадили за парты и приказали за полгода кончить училище. Было принято решение о сформировании 25 морских стрелковых бригад. Михаила Бочкарева направили в одну из стрелковых бригад и даже назначили командиром взвода. Огневая батарея вступила в бой под Москвой. В декабре 1942-го они заняли прочную оборону у деревни Пронина Новгородской области, чтобы не допустить немцев на стратегические рубежи. Командир был тяжело ранен, а после госпиталя его отправили на Северный флот. И плавал там всю войну до конца войны на малых охотниках за подводными лодками. Кстати, должен сказать, наш дивизион единственный на Северном флоте, и не только на Северном флоте, он единственный, который имеет три почетных наименования. Он был до нас, я пришел тогда, он был краснознаменным. Так что я, бывший в этом дивизионе, стал второй раз в войну гвардейцем. Звание контр-адмирала ему присвоили уже на Черноморском флоте. Здесь он долгое время работал заместителем командира по тылу. На родину, в Чувашию, Михаил Павлович не приезжал давно. Сейчас он проживает в Севастополе и пишет книги. Уже удалось опубликовать рассказы о военной службе и своей юности, которую он провел в деревне Кожевиное Порецкого района. Моей настоящей метрической выписи значится, что я родился 3 декабря 2018 года в деревне Кожевиное Сиявской области Алатарского района Симбирской губернии. С историей Черноморского флота Чувашская делегация познакомилась в музее Севастополя. В этих залах выставлены по-настоящему уникальные экспонаты, документы и личные вещи адмиралов, подлинные орудия, мечи, сабли, корабельные пушки и флаги. Вообще многие гости Севастополя замечают одну интересную деталь. В городе повсюду буквально на каждом шагу установлены пушки. Причем это не просто макеты, а реальные орудия, которые защищали крымские берега от захватчиков. Ценную коллекцию сохранили даже во время Второй мировой войны. Она стреляла на полкилометра с крепостной стены. Интересна судьба этой пушки. Вы знаете, в Великую Отечественную войну, когда надо было спасать материалы музейные, их эвакуировали на Кавказ поначалу. От экспонатов со времен создания флота до современных орудий. Восьми залах вся история Черноморского фортпоста, которому не раз удавалось защитить свои берега от врагов. Сейчас в Севастополе готовят целую программу для военно-исторического воспитания молодежи. В город-герой на познавательные экскурсии приедут и ребята из Чувашия. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика, из города Севастополь.